Звучит музыка Здравы! Здравы будьте, братья и сестры моего Христе! Здравствуйте, дорогие! Ну вы же на канале Юра и Юра, с вами бессменный дядя Юра. Друзья мои, сижу, никого не трогаю, собираю часики, там заказные, яхтмастер и пилот решил собрать для Авито. Суть в том, что у меня есть к вам вопрос, друзья мои, вопрос по поводу циферблатов. Хочу услышать ваше мнение. Дело в том, что некоторое время назад меня попросили на Авито собрать, ну человек написал мне, говорит, нужно подарок другу сделать, вот, на военную тематику часы какие-то. Да, связаны тематические, грубо говоря, то есть там автоматы, пистолеты, что-то такое, чтобы было на циферблате, но таких циферблатов нет. Опять же, он там черепа, изъявил желание с черепами есть циферблаты, я показал. Ну, сами понимаете, для кого и для чего эти часы, да, для какого человека и чем он занимается, грубо говоря, в связи с последними событиями. Вот, я полазил, еще посмотрел, и вот у меня на сборке сзади там вот пилот, да, это тоже тематические часы, грубо говоря, тоже связанные с некой такой военной тематикой все-таки, да, пилоты у нас. И, как обычно, ползая на Али, я вдруг наткнулся на такой любопытный корпус, любопытный корпус, который отвечает как раз неким требованиям вот этой вот военной тематике. Сейчас я вам его покажу, и вот в этот корпус я хочу услышать ваше мнение. Я, как бы, подобрал, ну, грубо говоря, есть три вида циферблатов под этот корпус. Я вам их тоже покажу и хочу услышать ваше мнение. Что вы скажете по этому поводу, какой бы вы поставили в этот корпус циферблат? Корпус небольшой, он 36 миллиметров, и там одна всего отличительная черта. Он, как бы, форм-фактор обычный, кругленький, но у него стекло хорошее, купольное, сапфировое. И на задней крышке есть одна маленькая фишка, которую я вам сейчас и покажу. Давайте переставим камеру и увидите. Поехали. Итак, открываем, да, открываем компьютер. Ну и вот, смотрите, мой Алиэкспресс и вот этот корпус, да, он у нас такой прикольный, значит, сатинированный, матовый, замечательный, как вы видите, купольное стеклышко. А сзади вот у него что, друзья мои, вот эта вот маленькая фишка, которая, ну, реально отвечает военной тематике, да. Как вы видите, врезана, грубо говоря, пуля, пуля в задней крышке. Тут что-то написано, надо переводить, не знаю, честно говоря, что написано, надо посмотреть. Вот, заинтересовал меня этот корпус. По-моему, он у нас даже титановый, если мне память не изменяет. Сейчас, одну секундочку, сорян. Так, вот он. Да, он у нас титановый, да еще к тому же, друзья мои. Это замечательно, 150 метров водозащита у него стоит приличных денег, как вы видите, да, 8,5 тысяч рублей. И вот, должны получиться интересные, хорошие часы, легкие, крепкие, небольшие. Еще раз напоминаю, что он всего 36 миллиметров. А теперь смотрите, друзья мои, какие циферблаты я в него задумал. Ну, во-первых, естественно, опять же, тот же самый пилот, да, циферблат-пилот, это вариант B, скажем так. Б, вот есть А, есть Б, то есть А, это у нас один круг, расцифровка, и Б, это у нас два круга расцифровка, да. Вот, грубо говоря, еще пилот в винтажном стиле, вот такой. Либо вот такой, как я его назвал, циферблат-снайпер. Как вы видите, здесь разлиновка, крупные цифры, очень читаемый циферблат, да. Честно говоря, я вот за этот. Это мое мнение. Вот, и хочу услышать ваше. То есть, давайте смотреть, снайпер, либо вот такой с двойным, да, расцифровкой пилот, либо что-то такое. Напишите, пожалуйста, какой все-таки вы видите циферблат в этих часах в связи с поставленной задачей, друзья мои. Вот, а сегодня у нас на сборке будет пилот, вот подобный, но в сороковом корпусе есть еще большие, почти 44 или 43 миллиметра. Вот эти корпуса тоже с подобными циферблатами. Ну все, я сейчас переставлю камерку, вам покажу, что у меня тут на столе, ну и будем продолжать дальше. Так, братья и сестры, поехали. Ну, это вот у меня просто яхтмастер, ну, замечательный, да, графитовый циферблатик вот такой. А вот пилотик, вот это пилотик у нас, обычный пилот. Вот такой, да, он у нас пойдет вот в этом сороковом корпусе. Ну, на ремне, не знаю, два ремня у меня, один там кожа, другой этот самый, типа НАТО. Поставим, посмотрим. Тоже хороший корпус, все на резьбе, 200 метров у него водозащита у этого корпуса. То есть, вот такой вот вариант. Ну и вот в связи с тем, с той задачей, да, с тем вопросом, какой, какой этот самый, вы бы поставили в тот титановый небольшой корпус. Еще хотел вам показать, наконец, я приобрел вот такой наборчик, это палочки, специальные палочки для протирки стрелок, стрелок и индексов. Я как-то говорил, что такие существуют, да, видите, они с такой силиконовой головочкой. То есть, для чего сейчас увеличиваем, для того, чтобы все у нас аккуратненько протирать. То есть, берем и вот ей, вот этой вот силиконовой головочкой протираем, все чистим стрелочки. После того, как мы их установили, да, выровняли, параллельно, перпендикулярно и все прочее. То есть, и вот подобными палками пользуемся для протирки. Они, естественно, многоразовые, то есть, их потом можно помыть с мыльцем, и они опять у нас будут работать. То есть, это вот для этих целей. Индексы там всякие протираем. Она хорошо убирает и пыль, и всякие отпечатки, грубо говоря. Вот. Ну все, я продолжу и уже, наверное, в конце покажу вам готовый результат. И жду, жду ваши комментарии с ответом на вопрос, какой циферблат будем ставить в пулю. Будем ставить в пулю. Поехали дальше. Ну что, братья, принимайте работу. Все готово. Давайте увеличим маленько. Так, смотрим, я уже подзарядил. Можем сразу, да? Смотрите, как все у нас светится. Значит, это у нас пилот. Пилот, да? И это яхтмастер. Вот так вот это все светится. Далее, что у нас тут, друзья мои? У пилота сапфир свистит. Да, вон он. Ну, у яхтмастера тоже, соответственно, сапфир. Вот. Вот такие вот получились пилотики. Посадил я их все-таки на ремень НАТО. Да, сзади пока не одел. У нас вот такая крышечка. Всякие надписи. Да, нержавеющая сталь. Автоматический механизм. 200 метров водозащита. Сапфировое стекло. И все прочее. Не знаю. Вот, кстати, по поводу ремня. Скажите, что вы думаете тоже? Да, вот этот НАТО. Вот так вот это у нас все выглядит. Либо был вариант вот этот. Вот этот. Ну, тут имитация под кожей. Он силиконовый. Вот такой, да? Вот какой бы сюда лучше ремень пошел. Посмотрите. Что скажете? Напишите, пожалуйста. Ну, и яхтмастер. Классический яхтмастер. Сейчас свет включу. Давай, бео. Вот такой. Вот такой классический яхтмастер с графитовым циферблатиком. Значит, ну, по фэншую, конечно, здесь у меня есть. Я делаю секундная стрелка. Должна быть в цвет надписи вот этой яхтмастер. Но заказчик захотел чисто стальное все. Поэтому поставили такой наборчик стрелок. Вот. В остальном все стопроцентная классика. Да? Вот. Вот этот корпус, друзья мои, еще раз напоминаю, 40 миллиметров. Можем померить. То есть такой средний классический размер. И они есть. Мы, скорее всего, будем в каком-то обозримом будущем тоже делать. В 43 или 44. А, даже меньше. Вот. 39 он. На небольшое запястье. А этот уже 43, уже такой, покрупнее. Примерно все то же самое. Только там еще заводная головка такая в виде луковицы. Здесь прямая. На резьбе все хорошо. Вот. Анатомно-большом такая большая крупная головка. Интересная. Ну вот. Лаконичные часы без опознавательных знаков. Просто пилот. В стиле пилот. Да? Это что касается этого пилота. Ну и сейчас еще раз покажу тот маленький ответ, которого я жду по поводу циферблатов. Да? Какой бы циферблат вы поставили. Сейчас еще раз переставлю камеру. Ну вот напомню. Вот для этого корпуса, да? Для этого корпуса. Вот этого лупоглазика, так скажем. 36 корпус. И какой же из трех циферблатов. Давайте опять начнем вот с обычного пилота. Вот такой пилот, как сейчас был, да? Либо вот такой в стиле пилот. Либо с крупными метками и с крупными цифрами. Просто снайпер. Вот так, друзья мои. Из этих трех. Какой бы вы себе в этот корпус поставили. Все, друзья мои. И отработали, да? Часики сделали. Значит, это заказ. Это пойдет в свободную продажу на Авито. И короткое видео. Чисто ради того, чтобы услышать ваше мнение по поводу тех циферблатов для этого титанового корпуса с пулей. Да? Какой бы вы себе поставили. Напишите, пожалуйста. Вот один из трех. Либо может быть вообще какой-то другой. Очень нужно услышать ваше мнение. Потому что эти часы тоже пойдут в свободную продажу на Авито. И хочется сделать как надо. Поэтому посмотрим, сколько будет голосов за какой циферблат. Такой купим и поставим и сделаем. Все, други мои. Значит, у нас на подходе белый самурай. Офигенные будут часы. Будет земля Омега. Будет много-много чего интересного. С канала никуда не уходите. Далеко. Поэтому жду вас. Жду вас с нетерпением на следующих сериях, друзья мои. Все. Я вас обнял. Люблю и уважаю. Желаю вам здоровья и процветания. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok